Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе братья и сестры! Сегодня, через неделю после Дня Святой Троицы, Православная Церковь совершает память всех святых от века просевявших. В церкви есть такое понятие, как святой человек. Кто это такой? Святые – это те люди, которые угодили Богу в своей праведной жизни. Это не означает, что они были безгрешны. Нет-нет. Нету человека, который бы жил и не согрешил. Все люди грешны. Но святые угодники Божии своей жизнью показывают нам пример борьбы с грехами, борьбы со своими страстями и пороками. Святые, потому что они отныне торжествуют с Христом в Царстве Небесном. Вот в учении Православной Церкви есть такое понятие, как церковь воинствующая и церковь торжествующая. Церковь воинствующая – это мы с вами. Это та церковь, которая находится здесь на земле и которая ведет борьбу. Борьбу со злом, борьбу с грехом, борьбу с сатаной. А церковь торжествующая – это ангелы Божии и святые угодники, которые вместе со Христом в Царстве Небесном наслаждаются Богообщением и находятся в величайшей радости. О которой апостол Павел говорил, что и глаз не видел, и ухо нас не слышало, и человеку на ум не приходило, что Бог приготовил для верным его чадам, для избранникам. И поэтому, дорогие братья и сестры, мы почему прославляем святых? Вот каждый день в православном календаре есть так называемые святцы, то есть дни памяти тех или иных угодников Божьих. У каких-то святых это один день памяти, у других – несколько дней памяти. А есть еще один общий их день памяти, который является первое воскресенье после дня Святой Пятидесятницы. То есть неделю назад мы с вами вспоминали о том, как Дух Святой сошел на апостолов и на Церковь нашу. А уже в этот воскресный день сегодня мы, так сказать, вспоминаем о результате этого существа Духа Святаго. И приводим пример, да и прославляем тех святых угодников Божьих, да, которые могли искренне воспринять Дух Святой. И на самом деле показать своим личным примером, своей жизнью, что означает, да, это вот существо Духа Святаго. И что означают плоды Духа Святаго. Ну, обратим наше внимание, что святые, они ведь не только в Ноом, они и в Ветхом Завете. Если говорить о святых угодниках Божьих, то, конечно, самый великий святой человек для нас это кто? Это, без сомнения, Пресвятая Богородица, которой мы воспеваем, как честнейшую Херевим и славнейшую, без сравнения, Серафим. То есть, выше архангелов и ангелов. Почему мы называем ее самым святым человеком на земле? Потому что она своей жизнью показала нам, к чему предназначен человек. И на какую высоту, да, в замысле Божьем должен подняться человек. Что он может подняться в духовном своем состоянии выше архангелов и ангелов. Говоря еще о святых угодниках Божьих, нельзя упомянуть, конечно, и забыть другого еще святого, это Иоанна Претечи. Вот есть такая икона «Господь с предстоящим». Это Христос, сидящий на троне, и справа и слева стороны от Него стоят Божья Матерь и святой Иоанн Претечи. Это не случайно, потому что по учению святой церкви именно эти два человека находятся ближе всех к престолу Господню. Это матери, которая способствовала тому, что в мир пришел Бога-человек, Господь Иисус Христос. И это величайший из всех пророков, который возложил свою руку на голову Христа. Мы с вами прославляем сегодня и ветхозаветных правотцев. Кто такие правотцы? Это святые Адам и Ева. Чаще всего мы упоминаем эти имена в сюжете грехопадения. Упоминаем как бы с сокрушением и с сожалением, что эти люди как бы не сохранили рай, который был предназначен для всех людей. Но мы забываем о том, что в дальнейшем, долгие годы, живя на земле, они исправились. И Адам, Ева умерла немного раньше, Адам позже. Вот с Евой всей своей жизнью и всей своей задачей, своего существования на земле, они считали утешение человечества. И постоянно они укрепляли людей, говоря о том, чтобы люди не падали духом, что Бог их не забыл, что Бог их не оставил. Постоянно они учили о грядущем пришествии Мессии Спасителя, который вытянет человечество из бездны греха и порока. И за свою праведную жизнь они сподобили в Старстве Небесного. Мы вот знаем икону, которая называется «Существие Христа в ад», когда Господь душою после своих страданий, после того, как Он умер на кресте, Он душою сходит в ад и написанно выводит оттуда всех праведников. И на первом плане это Адам и Ева, что символично, что Адам и Ева – это родоначальники всех людей, и Господь Бог, Он выводит их из ада в Царствие Небесное, возвращает им райское достоинство, как бы показывая том, что все человечество спасается во Христе. И все мы с вами можем последовать за Адамом и Евой. Это и другие праводцы, конечно же, святой праведный Ной семейством, который был спасен после Всемирного потопа. Это, конечно же, родоначальник еврейского народа Авраам, которому было указано от Господа, что за его веру именно от его потомства родится Спаситель мира. Да, Исаак, Иаков, святой Иев многострадальный и множество других праведников. Царь Соломон да царь Давид, которые в своей жизни, будучи обличены царским достоинством, сумели совместить царскую власть, пророческое служение и святую праведную жизнь. Таких людей мы называем правоцами, родоначальниками чешского рода, которые хранили истинную веру, хранили истинную веру до синайского законодательства. Пророки. Пророки – это те люди, которые имели от Бога дар пророческого служения и которые пророчествовали о грядущей Мессии. Из них, конечно же, у нас на слуху – это святой Илья, пророк, который был послан к народу израильскому в тяжелые периоды испытания, царствования нечестивых царей, когда народ отвратился от Бога, удалился в идолопоклонство. Это же, конечно, пророки Саия, которые называют ветхозаветным евангелистом и который в своих трудах описывает будущее пришествия Христа, рождение Девы, его знаменитые слова. Все Девы в очреве приимет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». О страданиях Мессии, что кровью Его искупится все человечество. Это святой пророк Иезекииль, который предсказывает о будущем воскресении мертвых. И другие пророки, предсказывающие место рождения Христа, что Он родится в Вифлееме, что Он будет Сыном Девы, что перед Ним будет послан Мессия, и что Он будет призывать людей к покаянию и спасет все человечество. Мы в лике святых прославляем апостолов. Это, конечно, те ученики Христовы, которые видели Христа, которые слышали Его, на которых сошел Дух Святой, и которые основали Святую Церковь Христову. Прочиски все они были убиты за свою веру, за свои убеждения. Буквально единицы, как Иоанн Богослов, завершили жизнь естественным путем. Хотя и в их непростой жизни им тоже доводилось испытывать множество гонений и преследований. В лике святых мы представляем святителей. Святители — это святые епископы. Это те люди, которые были обличены высоким епископским достоинством, и которые на самом деле были теми пастырями добрыми, которые полагали душу свою за свою паству, за овец своих. Ну, конечно, у нас в первую очередь на ум приходит святитель Николай, чудотворец мреликийский, а это святые вселенские учители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, да, это святой Спиридон Тримефунский, и множество-множество других угодников Божьих, которые и в наше время также твердо пасут святое стадо Христова, Святую Церковь. Мы должны, конечно, понимать, что епископское служение, оно очень ответственно, потому что очень большая ответственность ложится на плечи человеку. Вот мы знаем, что епископ, да, вот у него самооблачение показывает высокую высоту его служения, когда вот у него так называемый на плечах лежит амафор, да, который символизирует собой то, что на епископе ответственность за каждого из нас, за всю церковь. Почему в момент богослужения церковь так часто молится о наших первоиерархах, да, о патриархе, о митрополитах наших, епископах? Это для того, чтобы мы с вами возносили молитву о них, чтобы Господь Бог помогал им право управлять Святой Церковью Христовой. Это, конечно, святые мученики, мученики, те угодники Божьи, которые были убиты за Христа, да, многих из них мы называем великомучениками. Как правило, это люди, которые не просто потерпели, ну, много мучений, да, их мучили больше остальных, а это те люди, которые были знатные, которым было что терять, которым предлагали некие всевозможные блага, да, как вот, допустим, Георгию, да, Победоносцу, да, он перед ним маячил царский венец, да, или Святой Екатерине предлагали царское достоинство стать женой императора, но они отказались, избрав для себя мученический крест и были замучены за Христа. Часто на иконах они изображаются, держа в руках крест, как символ то, что они пострадали за Христа. Святые преподобные, кто такие преподобные? Это люди, которые, ну, уподобились Богу на земле, да, да, монашествующие, пустынники, старцы, которые весь смысл своей жизни видели в молитве, непрестанном умном делании, да, Антоний Великий, Макарий Великий, Сысой, Пимен Великий, да, наших святые, наших времен, нашей истории, Антоний Феодосий Печерский, Сергий Радонинский, Серафим Саровский и многие-многие другие, да, Серафим Выруцкий, которые в своей жизни, вот, Мария Египетская, да, которых называют земными ангелами и небесными человеками, которые на самом деле показали, что значит сяжание Духа Святаго. Также мы проставляем лики святых и праведников. Праведники — это люди, которые жили праведной жизнью, которые не подвязались в особом каком-то звании, которые не уходили куда-то в далекие пустыни, но которые, живя на земле обычной, вроде бы, мирской жизнью, тем не менее, жили для Бога и сподобились у Господа святости. Вот можно привести такой пример, когда однажды святые угодники Божии, да, вот, святой Макарий Великий, ему было Богом указано и выйти из пустыни и прийти в город к одной семье и поучиться праведности у двух женщин. И когда он туда пришел, женщины были в панике, в ужасе, так, они все прекрасно понимали, кто к ним пришел, но он, пообщавшись с ними, получил от них великое назидание, назидание смирения, богоугодной жизни, потому что эти две женщины, будучи замужними, имея семьи, тем не менее, они, ну вот, здесь не опустились до просто обыденной суеты, да, а во всем этом своей непростой женской доле, да, ведя женское хозяйство домашнее, они, тем не менее, сподобились тому, что у них получалось, да, в душе своей сооружать святильник благодати Божией. Обратим наше внимание, дорогие братья и сестры, что святые угодники у каждого путь свой к Богу, то есть нет какого-то определенного пути, да, которого, как говорится, не свернешь. Нет, гора имеет одну вершину, но залезть на нее можно с разных сторон. Также и мы сегодня с вами, прославляя угодников Божьих, которые достигли Царствия Небесного, будем понуждать и себя также, служить Богу для того, чтобы и нам с вами также быть в том месте, в Царстве Небесного со святыми. И да сподобит нас Господь этого Иисус Христос Святой Благодатию и Человека Любим. Всех вас поздравляю с воскресным днем. Редактор субтитров А.Семкин